24 января после совещания в мэрии Измаила городской голова Андрей Абрамченко пригласил губернатора Одесской области Максима Степанова и председателя облсовета Анатолия Рубанского на стройплощадку, где возводится современный дворец спорта. Дворец спорта Уже построили пять многофункциональных спортивных залов в блоке В, в которых можно будет заниматься любыми видами спорта. Кроме того, накрыли крышу и вставили окна. Директор фирмы-подрядчика Валерий Сапожников сообщил, что общая стоимость этого масштабного проекта – 72 миллиона гривен. На его завершение нужны еще около 55 миллионов. В эти дни проводится монтаж металлоконструкций в блоке Г, а также полным ходом идет строительство шестого спортзала площадью 30 на 60 метров с четырьмя площадками. Губернатор подчеркнул, что децентрализация и передача финансовых ресурсов городу напрямую влияет на строительство таких крупных объектов, как Измаилевский дворец спорта. У городских властей, у местного самоуправления появились деньги. Только местное самоуправление, только местная громада понимает, куда им деньги нужно тратить. Ну не может Степанов, Иванов, Льва Петров, находясь даже в Одессе, лучше, чем местные жители, знать, куда им потратить деньги. Строить им детский садик, строить им детскую спортивную школу, спорткомплекс, либо строить им дороги. 55 миллионов необходимо на достройку всего этого комплекса. Мы так распределили, что в течение двух лет мы считаем возможным его закончить и запустить в эксплуатацию. В этом году мы планируем, что 5 миллионов выделяется будет из областного бюджета и, соответственно, надеемся, что 20 миллионов будет выделено из бюджета города Изнау. Горожане надеются, что этот проект будет успешно завершен. Впервые в Измаиле предусмотрено строительство бассейна 25 на 16 метров на 4 дорожки. Он необходим в городе. Глава облсовета Анатолий Рубанский отметил, что через два года при хорошем темпе работы этот объект может начать функционировать. Что даст возможность полностью решить проблему второго по величине города в области, а именно Измаила. Согласно всех тех проблем, которые возникают у нас с детскими спортивными секциями на территории не только Измаила, а на территории Измаилевского района в том числе. Здесь же прошла импровизированная пресс-конференция руководителей города и области для представителей СМИ. Максим Степанов рассказал о том, какие районы он планирует посетить в ближайшее время. Следующая поездка, естественно, будет на север области. Ну и так потихоньку, надеюсь, быстренько объехать все районы, потому что, естественно, не существует неважных регионов, неважных районов. То есть все важны, в каждом существуют какие-то проблемы общие, какие-то проблемы индивидуальные. Мы будем стараться все это в конструктивной плоскости решать. Галина Величко, Игорь Коц, Измаил, Бессарабия ТВ.